меня часто спрашивают а что если мы купим у вас камни неограненные и у нас вот есть знакомый огранщик он все сделает наверное же дешевле выйдет но я чтобы не объяснять на словах каждый раз решил такое видео записать да вот историю про риски и вообще процесс купил вот несколько сафиров просвечиваю фонариком они довольно чистые не греты прям кусочки кристалликов видно да вот попробуем их огранить посмотрим сколько получится карат какого размера они будут вот сейчас на пальцах видно какого они размера ограним потом отдадим на нагрев и я расскажу свои комментарии по этому поводу итак огранили наши камни ведь сколько потерялось веса вот это мы в тени вот они на солнце на солнце хуже видно сейчас попробую поймать свет вот так лучше наверное смотрите здесь скрылось огромное включение да вот она прям на площадку выходит потери веса вы сами видите то есть веса потерялось очень много работа огранщика вот огранка полировка все вместе обошлось 23 доллара то есть люди которые хотят покупать камни в не ограненном виде по сути экономит получается по сколько по 6 долларов до примерно на камни то есть никакого смысла на мой взгляд нет в этой экономии потому что ты не знаешь что ты получишь а теперь смотрите будет 2 стадия это эти камни нужно нагреть то есть термическая обработка как они себя поведут лопнут не лопнут развалится не развалится цвет станет лучше или хуже сейчас цвет никакой вы видите один у нас вот темно-зеленый а эти просто черные и все что с ним произойдет в результате нагрева мы не знаем греют именно вот эти сафиры и щентабури при низких температурах три месяца нагрев стоит примерно долларов 15 за все четыре камешка то есть по сути мы покупаем кота в мешке два раза до первый момент границы не ограница второй момент нагреется не нагреется какой у них выйдет цвет предположительно никто не знает вообще то есть вот я щас с ограничником разговаривал он говорит что я не знаю нагреются они или нагреются 50 на 50 то есть возможно они все станут например серыми их придется выбросить или останутся такими же темными их стоимость будет долларов по 15 за штуку а могут посинеть стать ярко синими тогда они станут дороже то есть это как лотерея до чтобы взять получить 100 хороших камней надо пару тысяч огранить и нагреть и посмотреть что будет поэтому вывод какой мы делаем мое мнение покупать не агран если вы не имеете гарантию сто процентов что камень и границы нагреется нормально да мое мнение это неправильно невыгодно и не имеет смысла то есть совсем не те суммы экономятся лучше купить уже ограненный греты и красивый да и не экономить вот эти вот 23 доллара на все четыре камня но это опять же мое мнение дело вкуса если кто-то любит приключение риск пожалуйста можете заказывать покупать прямо добычи не ограненные камни можете у нас покупать есть люди которые нас покупают не огран всем привет спокойно руки не мои руки моей сотрудницы я не стал дожидаться естественно когда камни нагреются да потому что и греет при низких температурах и довольно долго ну вот собственно закончился у нас процесс нагрева я путешествую по своим делам но могу комментировать ситуацию смотрите что получилось значит все камни кроме одного при нагреве никак не изменили свой цвет и прозрачность то есть они остались такого же низкого плохого качества как и были это не наш уровень для наших ювелирных изделий они не годятся зеленый посмотрите он стал чуть чуть более вот прям чуть-чуть там на полтона более прозрачным более ярким но в нем видны громадные включения пузыри которые его делают практически бесплатным да то есть он почти ничего не стоит ювелирной ценности конечно же не представляет поэтому мой вывод какой что покупать не огран я вот например не хочу я крайне крайне редко если во-первых продавец очень давно знакомый и дает гарантию да у меня есть такие владельцы добычи которые очень хорошо разбираются в огранке собственных камней собственной добычи и в их термической обработки и он говорит что если ты купишь вот этот серый или темно-синий черный сафир то он ограница всем карат и цвет после нагрева будет допустим royal blue я тебе это гарантирую если так не получится я забираю камень обратно вот я покупаю не огран только на таких условиях такие условия дают крайне 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 мало владельцев добычи то есть практически никто единицы буквально поэтому в основном я покупаю камни после нагрева и желательно уже чтобы хотя бы была при огранка при шейп так называемые ты когда камень обтачивать эту этому форму можно полирнуть посмотреть хотя бы что-то внутри иначе мое мнение это очень большой риск и он не оправдан совершенно далее интересный момент по поводу огранки и нагрева нужно всегда искать конкретного специалиста по конкретному какому-то месторождению то есть вот есть деревне иваново возле ником возле нее копают допустим розовые сафиры и вот надо искать специалисты который работает именно с розовыми сафирами только с деревни иваново он знает какой у них температурный режим сколько часов греть и все все остальное это очень важно то есть если вы купите где-то ну допустим на мадагаскаре не греты и камни привезете их ну допустим новосибирск отдадите знакомую термисту 99.9 процентов гарантии что он их просто загубит потому что он не знает их температурный режим то есть он не знает нюансов и деталей если камни нагрели и они стали серыми или остались черными как вот в моем случае да в нашем данном то перегревать их потом уже смысла никакого нет внутренний процесс изменения они уже произошли и обратно все это вернуть уже никак нельзя и посмотрите внимательно на поверхность камней очень интересно видите такие рытвинки до которых раньше не было что произошло включение расплавились и в данном случае они вытекли потому что камни уже огранины я специально огранили до того как нагреть до чтобы вы посмотрели изменения в цвете если они будут в данном случае у нас практически не было если бы камень был не ограненный то включение они бы расплавились внутри и потом бы они ну скажем так остекленели да то есть кварц расплавился и остался там внутри не вытек никуда вот собственно что обычно происходит он становится чистым и прозрачным данном случае которые внутри под поверхностью одни расплавились но камень из-за этого не стал прозрачным а которые были на поверхности они просто вытекли вопрос можно решить то есть камни нужно перегранить они потеряют еще больше весе но в данном случае смысла нет этого делать потому что они ничего не стоят то есть по сути мы проиграли наша ставка не выиграла вот такая ситуация с не ограном поэтому я например не хочу покупать я хочу покупать уже что-то более реальное то есть кот не мешки а кот уже в как бы в руках с ошейником и на поводке всем привет не болеете глядите родных